Всем привет! Сегодня мы находимся у нас в городе на фестивале, фестиваль «Скраина в Украину». И сейчас мы подойдем к нашим друзьям с компанией Lightway, покажем немножко их продукцию, чем ребята занимаются, и немножко расскажем то, что мы знаем о этой продукции. У ребят такие гамаки есть в продаже. Цена от 350 гривен. Цены можете посмотреть на гамаки на сайте. Мы поставим сайт в описании и посмотрите. Пойдем покажем. Палаточки. Хорошая палатка. Блин, она такая большая. Да, кстати, ее можно более дальше растянуть. Ну да. Вот так вот она выглядит. Вот так вот она сбоку выглядит. Это палатка. Шикарная. Вот один из тех гамаков, которые мы испытывали. Может кто-то помнит, в нашем обзоре был гамак такой. Мы еще с Андрюхой, со Спасом ездили, снимали видео. Кому интересно, можете заходить. Смотреть цены на сайте. Ира, ну примеряй. Заляш. Сейчас вот Ира покажет. О, вот эта Ира запрыгнула. Да, ладно. Так? Вещь. Да. Серьезно. И расскажи, как тебе качество гамаков, которые мы испытывали? Можно сюда ложиться? Качество классное. Тем более появились новые образцы гамаков, которые дешевле, чем вот эти. Но это более дороже, они потому что не промокают. Не образцы, а варианты новые. Варианты, да. Они не промокают. Ну и, может быть, на больший вес рассчитаны. Ну вот, самый простой гамак, он стоит, сколько, 350 гривен, да? Ну, ну да. Выдерживает он по килограммам до 180 килограмм. Вот так вот. Вот. Покажи его, синий он как-то. О, ну да, синий. Тот гамак синий, он самый простой. Гамак, кому интересно будет, самый дешевый, самый простой гамак в Сити. Почти, пожалуйста, по цене, вы можете сказать комментарии? Ну, да, и... Сейчас мы спросим. Вот это другой. А можете сказать пару комментариев о гамаке? Как вам вообще? Это шикарно. Как сказали, ложисься. Тогда на счет три начинаем. А где уменьши нас на трех? Последний. Давайте все вместе. И... Один! Тем более, цена на гамак не такая дорогая, можно позволить. Да, вполне. Хорошо, спасибо. Ну, в общем, как бы словами это не передашь, как это вообще классно, лечь на гамак и полежать. Ну, это не то, что на земле там лежать, там, с камнями и так далее. Вообще удобно. Сейчас подойдем к Жене. От тех, кто ближе всех. Ну, то есть, можешь сам... Вот супы разные. Кстати, вот у них новый продукт появился. Там паста зубная. Супы разные, которые мы тестировали. Гречка, вот. Это суп грибной. Картошка просто чистая есть. И вот щепочница Турбо. Думаю, скоро возьмем на тест, протестируем. И так она выглядит. На батареечках. А ну, Саш, сними нам, покажи, как она там внутри выглядит. Какие у нас дела? Вот что у нас? Ну, вот. Сама турбинка. Так вот она выглядит. Все простенько. Все железное. Все держит температуру. Работает либо от двух мизинчиковых батареек, либо можно подсоединять от пауэрбанка, либо от велофонарика. Вот. Такая вот закрывачечка. Там, кстати, вот. Сама печка, подожди. Сама печка вот выглядит. Внутри нижняя крышка съемная для того, чтобы высыпать золу. Такая вот штука интересная. Так вот она ставится. Все собирается буквально за минуту. Если тут, ребят, новые такие вот, я еще не видел, не пробовали, что оно такое. Это новые такие тапочки. Можно спать в них в палатке. Хорошие, легкие. Не знаю, какой тут размер. Пробовать не буду. Ну, реально удобные. Класс. Мне нравятся. Я бы себе взял. Кстати, вот, они затягиваются, чтобы насекомые не залезли. Вот можно затянуть по своей ноге. Если промокли, можно подсушить их, повесить вот так. В общем, штука классная. Приходи, более то же самое. Для палаток. Колышки. Да. Про питание ты рассказывала? Да, про питание показывала. Это показывала? Угу. Вот микс овощевой. Ну, это как подливка каши. Например, гречневую кашу. Там можно подливку сделать. Вот. Да. Вот мы пробовали вот этот вот борщ. Он реально как домашний получается. Суп грибной пробовали. Тоже классный. Кашу не пробовали. Ну, гречневая каша с грибами. Меньше. Такое. Такое скоро надо попробовать. Да. Есть у нас дома, нам ребята дали на тест кашу. Кукурузная каша. Кукурузная с гарбузом. Вот. Надо будет попробовать как-то. Все никак. Не попробуем. Кстати, мы еще эту палатку не показывали. Да, вот такая вот палатка еще есть. Поменьше. Тоже два человека, в принципе, может поместиться сюда. Палатки не промокают. Хорошее качество. Я ради интереса. Сейчас Саша залезет, покажет. Я застрял. Ну, вот у меня рост метр семьдесят... Сколько? Метр семьдесят четыре. такой летний вариант палатки переночевать можно при большом желание есть еще у них спальнях спальник конча сейчас мы покажем вот спальник конча тентик такой то есть вот вот он как спальник и покажи конча развязывается наш турист и ютубер тоже вот как-то так выглядит конча да ну блин удобно классно она легкая такое вообще привет тоже блог ведешь конечно а вот хабак зимнего варианта такой утепленный с москитной сеткой это я так понимаю их не производство рюкзаков тоже такой рюкзак у них вместительный зато можно и маленький сделать и большой прикольная штука ну что ж не пускай пару комментариев скажет насчет продукции ну в первую очередь мы продвигаем легкоходный туризм то есть мы популяризируем вообще туризм как отдых активный отдых как это как здоровый образ жизни а нашей продукции ну учитывая что мы сами ее тестируем в походах то нам самим она нравится надеемся что она же и будет нравится конечным потребителям то есть мы вкладываем всю душу и все силы продукцию то есть то ли это гамаки то ли это питание то ли это тенты палатки спальники хорошо спасибо в принципе мне нечего больше добавить ну все тогда смотрите их продукции подписывайтесь на канал мы оставим ссылки на сайт будете заходить смотреть туда смотрите там есть много нового поэтому все всем спасибо за просмотр ставим лайки подписываемся на канал подписываемся на нашу группу туризм кривой рог ну и все всем пока и она говорил а у нее присоединяйте пока